всем здравствуйте меня зовут ольга и вы на канале вязание для души данное видео я хочу сделать обзорным и рассказать вам о двух интересных пряжах которые похожи по своему составу это дроп скоттон мерина и коуст от null yarns итак пожалуй я начну с вот этой вот пряжи с дропса она хорошо известна многим я ознакомилась с ней буквально вот на прошлой неделе и уже сложила они свое мнение значит здесь 50 процентов хлопка и 50 процентов мериноса или шерсти сейчас посмотрим написано просто шерсть спицы не рекомендуют четверку и 50 граммах 110 метров это у меня линейка юникалор у них еще есть mix color там меланжевые цвета неоднородные юникалор это однородные цвета у меня горчичный такой вот цвет значит я из нее вязала шапочку тыковку для сына на объем головы 50 сантиметров набирала 96 петель вязала в круговую спицами 325 тут рекомендую четверку но для шапочки это слишком много но я так посчитала поэтому взяла спицы поменьше ее смело можно вязать от тройки до четверки зависимости от того какой результат вам нужен насчет того как она держит резинку по моему она держит резинку хорошо я боялась что она будет просто болтаться и резинка будет так чисто номинально но нет она довольно таки неплохо справилась с этой задачей и несмотря на то что шапку ребенок носил дома пока в ней бегал но несколько раз мы мерили резиночка осталась на месте после стирки пряжа особо не меняется может быть немножко выравниваются петли но в принципе остается практически такой же как и до вто отпаривать резинку конечно же нельзя я ее не отпаривала для того чтобы она сохранить сохранила свою форму вот и пряжа очень мягенькая на ощупь хлопок он обычно дает жесткость но за счет шерсти скорее всего здесь меринос мне так кажется она достаточно мягкая и и рекомендую даже для новорожденных и это вполне целесообразно мне кажется вязать маленьким деткам из этой пряжи потому что она не жаркая за счет хлопка но теплая за счет шерсти давайте посмотрим на саму ниточку вот я приближу видно что несмотря на то что они называют эту пряжу uni color однородной она не совсем однородная потому что здесь идет переплетение нитей примерно три нити тоненькие хлопка и три нити шерсти вот там где хлопок там более яркий цвет где шерсть он не так сильно окрашивается поэтому он более светлый но это видно только вот так вот вблизи а если смотреть в целом на полотно то она в принципе одного цвета одного цвета получается вот сама ниточка я вам ее покажу вблизи честно иду кончик так 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 пряжа имеет очень хорошую скрутку и в процессе вязания не расслаивается мне понравилось вязать если спицы с тонким кончиком острым то может быть будет расслаиваться но в принципе пряжа очень достойная и соответствует своему качеству цена у нее нельзя сказать что совсем бюджетная по сравнению с турецкой пряжи на конечно в два раза дороже но вполне себе такой нормальные ценовой категории и вторая пряжа которой я хочу поговорить это но у кост они не так много снято роликов наверное может быть даже вообще их не снято потому что я крайней мере не нашла извиняюсь но пряжа стоит того чтобы они хотя бы немного поговорить и так это производитель 0 yarns англия здесь очень похожий состав 55 процентов шерсти ягненка мериносово мериносового ягненка и 45 процентов хлопка 350 метров на 50 грамм спицы они рекомендуют от двойки до двойки с половиной если вы вяжете в одну нить ниточка очень тоненькая и от тройки с половиной до пятерки если вяжете в две нити я из нее вязала в две нити вот у меня есть такого зелененького цвета связан детский свитерок свитшот я уже показывала в готовых работах сейчас на камеру совершенно не передается цвет какой-то прямо в голубой уходит или серит очень сильно но пряжа на самом деле ярко-зеленая просто ярко-зеленый травяной цвет очень приятный пряжа тактильно более шерстяная нежели дропс вот если их так вот трогать они одинаково мягкие но вот в этой чувствуется больше шерсти я не думаю что это те пять процентов до тут 55 из 50 ну просто вот так по ощущению значит насчет резиночки вот эта пряжа резинку не держит она здесь чисто для красоты я не закрывала иглой резинка один на один в общем она совершенно не как в резинке есть у меня еще мой свитер вязаный из вот этого цвета ягодного точно также резинка себя никак не проявляет просто вот для красоты но пряжа я очень довольна я вязала в две нити спицами номер три для того чтобы полотно было не таким вот рыхлым мое вязание рыхлая сама по себе но мне показалось что это вполне нормальная плотность вот для меня вполне хорошо изнаночная гладь тоже очень красивая хорошо ложится в лицевую гладь в резинке как я сказала особо она себя никак не проявляет насчет аранов разных узоров я не пробовала но мне кажется что они тоже будут более такие плоские пряжа не пружинит вот это пружинит а это нет это вот такая вот мягенькая драпирующаяся получается вещь возможно хорошо здесь будут смотреться разные ажуры если вязать в одну ниточку если в две но по-моему лицевая гладь это идеально но это кому как нравится любом случае ее стоит пробовать она у нас продается в украине в нескольких магазинах гомонниц домовенок я брала в гомонниц я у них всегда беру ответ и продукцию но что по стоимости вот эта пряжа немножко дешевле чем это я не буду называть цифры потому что во первых они меняются в зависимости от курса доллара во вторых но сами можете посмотреть на и выбрать там в том магазине где вам больше понравится и по расходу вот эта пряжа более экономная на вот этот свитерочек на три годика у меня ушло менее 200 грамм а сюда бы наверное ушло бы 250 скорее всего может быть 4 но 5 мотков я думаю ушло бы на такой свитер дроп скотт анмерина поэтому более экономичная вот эта пряжа нол но если вам нужно аналогичного состава пряжи которая будет держать резинку то лучше выбирать и конечно дроп скотт анмерина это наверное все что я могу сказать по поводу этих двух пряж надеюсь вам этот обзор был полезен как-то поможет вам выборе пряжи она как раз актуальна потому что начинается весенний сезон уже шерстяные вещи носить достаточно жарковато хлопок возможно еще рано не все любят вязать из хлопка я допустим не сильно хлопок жалую но вот такое сочетание достаточно неплохой вариант и насчет колкости вот это немножечко в полотне создает вот эффект покалывания первые возможно две минутки после того как вы одеваете вещь а дальше вы привыкаете и все отлично то есть я носила этот свитер даже зимой всю зиму под пуховик он себя хорошо ведет катышек минимальное количество и пряжа очень достойная это и там спасибо вам что были со мной ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал и до новых встреч